Субтитры создавал DimaTorzok 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 Дима Торзок Субтитры создавал DimaTorzok 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 как смина и алой и кассы и с чертогом слоновой кости увеселяет Тебя. Дочери царей между почетными Тебя, старых царицей объясняют Тебя в архивском головке. Слежь обещай и смотри, и прекрами ухо Твое, и забудь народ Твой и дом Отца Твоего, и возживай Царь красоты Твоей. Ибо Он Господь Твой, и Ты поклонись Ему. И дождь тила с горами, и покатейшие народа будут умолять лицо Твое. Вся слава с Саваном приводил бы, и вошел по голодам. Воспущенная обет ведется она к Царю, и за ней ведутся к Тебе Девы, подруги Ее, крылья со свесеным и таланем, ходят чертог Царя. Вместо Отцов Твоих будут сыновья Твои. Ты поставишь их князьяну по всей земле. Сделай имя Твое памятное в розы рот. Посему народу будет славить Тебя во веки веки. «Бог нам, придерживающая сила, скорый помощник в бедах. Посему не убоимся. Хотя бы поколевла земля, и в город, и в сердце море. Пусть шумят, вздымаются воды, и трясутся горы от волнения их. Речные потоки веселят драм Божий, святую жилища Всевечного. Бог посреди Его, Он не поколевлится. Бог поможет Ему с раннего утра. Ваши веры, народы, генились в царство. Всевечный дал глаз свой, и растаяла земля. Господь сел с нами. Бог и Акова заступит нас. Придите и увидите дела Господа, какие произвел Он опустошение на земле, прекращая брани до края земли, сокрушил Богом, и проломил подъем. Колеснейший звук огнем. Остановитесь и познайте, что Я Бог. Буду провознесен на народах, провознесен на земле. Господь сел с нами. Заступит наш Бог и Акова. Слава Туя Сынему, Святому Богу. И любви и всегда, и во веки веки Бога. Аллилуйя, Аллилуйя, Аллилуйя. Слава Тебе Богу. Аллилуйя, Аллилуйя, Аллилуйя. Слава Тебе, Боже. Аллилуйя, Аллилуйя, Аллилуйя. Слава Тебе, Боже. Боже, очисти меня грешно. Ибо я никогда не делал ничего доброго только Того, и избах меня от зла, и пусть будет во мне Твоя воля. Аминь. Дай мне, не подтвердяйся судьбе, не открыть мне недостойные уста. Скоро ходили мне обеспеченный лежачий, и спаси настоящее предотвращенное молитвы. И после сна ночного, после неясного, безвечный день Христа, и спаси меня. И по милосердия Того принимаясь за угодно Тебе зря, я молюсь Тебе, помоги мне всегда во всем, и избах меня от всякого зла в мире, а дьяволское исключение. И спаси меня в виде всадства, проявлеченный, и покинул Твоей все источники, подать Тебе всякого блага. На Тебя, вся моя надежда, я возношу Тебе хвалу, но не всегда, и во веки веков огонь. Господи, по обиде Твоей благости, по великому Твоему, и мне сердце, и Тебя мне работаю в прошедшее время, и ночи, провести без напасти всякого радостного зла, Тебя сама владеет Твоей всему сущему, и достойно пресвятить Твою истину. С просвещенным сердцем исполняйте волю Твою, и мне им всегда, и во веки веков. Аминь. Господи, Вседержитель Божий сил, бесплотных и высоких плодов, на высоких небесах живущих и зряющих до земли, и наблюдающих сердца и полностью, и ясно ведущих Тану человеческой, безначальной и вечной, и наизменный свет, который не оставляет в тьме на уме с Своей купли. Ты сам, Бессмертный Царь, премьерное наше, которое мы в настоящее время, надеясь на обилие состраданных воинку без нечистых и исполняйте наше. Совершенным делом словно мысли, увольнами, увольнами, очистенностью вся память от нечистоты, плоти и духа. И даруй нам в бодрствующуюся самопрезвенную мысль прожить сильную и вечную земную бездну. Пожидай наступление светлого и славного дня второго пришествия единородным, но Твоего Сына, Господа Бога и Спасителя нашего Иисуса Средства, когда обществе отрубился слава для каждого поделанного, да найдет Он нас нелегящими, сонными и небодрствующими и восставшими среди исполнения заповедей Его. И изготовлено войти с Ним в радость с Божественной чертой славы Его, для Его креста, на голоса повествующих, и неворозимая радость видящих несказанную красоту лица Твоего, любовь и истинный свет, просвещающий и освящающий свет, и Тебя воспевает все творение в веки, вечное. Аминь. Святой Ангел, поставленный в лесу, мой бельный душ, и несчастный мир, не оставь меня грешного, и наступит меня на его должность и не дай возможности злому демону подчинить меня себе посредством этого смертного тела. Возьми крепко несчастную, опустившуюся мою руку, и вывели его на путь спасения. Аминь. Святой Ангел, Божий Хранитель, покоритель бедного, и души и тела, простимым случаем, и оставь меня Тебя на все дни моей жизни, если о чем согрешен прошедшую ночь, защити меня в настоящий день. И сокровение от всякого искушения и радостного, чтобы не пронял Бога никаким грехом. И уйди меня, как Господь, чтобы он подтвердил меня в страте Своем, и садил меня рабом, достойным Своей милости. Аминь. Приседал Владыча Самая Богородица, Святой Николаев, Сесиний Мальдан, а от гонят его ничтезного, несчастного, раба твоего умения, зарывения неразумного, родимого, и всескверного, повреху, и повышения от несчастного, моего сердца, от помраченного, мамой его. Погаси пламент страстей, моих богами, щас, и избавлены от многих любительных воспоминаний, и мирин, и особо лет всякого злого воздействия и богу, многословенного всех родов, и правопречестное имя славы всего века веков. Аминь. Маленьки нас, святые родники, дружи, Сергей, Ирина, Геннадий, Ирина, и до Моисердных к вам приближаем, как скорым помощником, молитвенников, души наших. Благодаря все дела, радуйся, благодатной, Мария, Господь, что ты, молитвен, и мирин, 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 и мир, и мир, и мир, и мирин, и мирин, И вам Всех православных христиан, подаем Твоей земле и небесное благо, не реши их милости Твои, просыпи их, покрепи, силу Твою дару им здравие и спасение души, вот и благ, и любишь людей. Упокой, Господи, души усопших работ твоих родителей, родственников, благодетелей, всех православных христиан, простим, все грехи вольны, невольны и дару им славство небесное. Упокой, Господи, души усопших работ твоих родителей, православных христиан, простим, благодетелей, ни болезни, ни печали, ни вшеных страданиях, но жизнь бесконечная. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, Едине, Всегда и Вовеки, Любовь, Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, молитву, Чистой Твою Матерью, Преподобным Богоносным Отцов Нашим и Всех Святых, помилуй нас, помилуй. Смойте, комсмойте. Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас, Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Слава Тебя, наш Бог Иегова, Авва, Отче, Свят, Свят, Свят Господь Саваоф, вся земля полна слава Его, Аллилуйя. Слава Высший Богу на земле, мир в человеках благоволение, Аллилуйя. Благодарю Тебя, Господи Божий мой, за тот день, в который дал мне веру в Тебя, страх пред Тобой и ожидание суда Божия. Благодарю Тебя, Господи Божий мой, за тот день, в который дал мне святую Библию и указал на толкование святых отцов. Воздай милостями вечности всем, кто трудился над моей душой и ее возрастанием. Мария Михаила Степана, Аллилуйя. Пресвятая Госпожа Богородица, Преснодева Мария, Матерь Христа Бога нашего, спаси нас молитвами своими, Аллилуйя. Господи, сохрани наше сокровище книги здесь и в пути. Матерь Божия, благодарю Тебя, Ты скрывала нас от зависти врагов в этом длительном путешествии. Аллилуйя. Ангел Христов, Хранитель мой святой, моли Бога, а мне грешно. Благодарю Тебя, мой Ангел, за эту ночь. Сколько лет Ты хранил меня? Спасай от опасностей видимых и невидимых. Не покинь смертный час, когда душа будет раздушаться от тела. И проведи душу мою по мытарствам. И введи ее навеки в вечное царство Христа Бога нашего. Аллилуйя. Иоанн Креститель, претеща Христов, моли Бога о нас. Научи нас, Господи, жители в бедности, имея пропитание и одежду, быть благочестивым и довольным. Никогда не роптать, никому не завидовать и каждому дару жилье. Сергею Гавриеву. Аллилуйя. Моли Бога о нас, святитель Христов Никола, межритический чудотворец, образ кротости и воздержания, добрый архипастер словесных овец. Аллилуйя. Молите Бога о нас, святые пророки Божии. Пророк Илья Иерисей. Нух Мойсей, Самуил Аарон. Иоанн, Авель, Ной Иосиф Патриархи. Ездраньем, Иамус, Наум, Исаия, Иеремей. Варух, Иезеки Иерусия. И Агей, Сафония, Захария, Малахия, Давид, Напан, Данил, Отрок. И пророк Михея, Авраам, Исаокяков. Да исполнит Господь духом пророческим церковь свою. как бы день прихода Твоего нашего отшествия не засталось ни готовыми, но чтобы вышли навстречу Тебе, Господи, с горящими святильниками истинной веры и сосудами полумерее добрых дел, с отделанными в Духе Святом с любовью. Аллилуйя! Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе! Господи, поминь, митрополита Иллариона, епископа Евтихи, Вениамина, Агафангела, Диамида, Тихона, Антония, Священная Акима, Павла Геннадия, Сергия, Сергия, Василия, Иоанна, Михаила, Наома, Кирилла, Амбросия, Вадима Засимарека, Андрея, Владимира Максима, Диаконов Евгения, Александра, Михаила, Андрея, Эпископа Максима, Сергия, Кирилла, Венедикта, Франциска, Корнилия, Александра, Диодора, весь священнический и иночий священ, и вышли истинные служители, миссионеры, христианам, язычникам, иудеям, мусульманам и буддистам, и дальним священникам, истинным священникам. Смири власть и воинство их, наведи страх твой на них, и через них сотвори благое церкви твои, сохрани их от покушения на них, Владимира, Димитрия, Александра, Дональда, Рамзана, Петра, Александра, Эрдогена, Амману, и даруй мир Израилю, Россию, Украине, Сирии, где война идет. Научи нас ценить это мирное время. Приготовь землю сию к великим и страшным испытаниям, грядущим на всю Вселенную за отступление от Тебя. Аллилуйя! Слава Тебе, Боже наш! Слава Тебе! Слава Тебе, Господи, за прошедшую ночь, что жизнь продлил и разум сохранил. Дай нам желание трудиться, обнаружить и умножить наши таланты, дарованные Тобою. И для всего пошли нам добрых помощников, наставников и советников. И среди сохранилось от всякого рода зла и греха. И селение наше от пожара, воровничество силы живущих там, Виктора, Андрея, Игоря, 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 Сергея, Алексея, Иосифа, Романа. Владимира, Никита, Михаила и Паши добрых жителей, знающих закон, имеющих страх пред Тобою. И сохрани школу-то. Спаси и помилуй Татьяну, Наталью, Игоря, Марину, Никиту, Щадоих, Виктора, Сергея, Севастьяна, Людмилу, Нина, Олегки. Расширку делай, в общем, найди новые души. Смотри на замыслы врагов, Разруши их коварные замыслы, И закрой их лживые уста. И в судный день не помяни их безумия, Откроем истину Твою, примирись с нами. Благослови благодетелей наших, И через них сотвори помощь нам В принятии детей и взрослых. Ну, настави Елену, Евгению, Евгению, Наталью, Максиму, Владимирову. Посети болящие, дай им силу все перенести, пошли им исцеление Сергея, Алексея, Александр, Александр, Фаню, Бионисия, Роман, Игорь, Калерия. Марию, Валентину, Валентину и Наталью. Слава Тебе, Боже наш. Благодарю Тебя, Господи, за здоровье и за болезни. За врагов и за друзей. Ибо все свое время окажется на пользу. Слава Тебе, Боже наш, дивный Создатель. Господи, избавь от пьянца Павла, Михаила, Андрея, Владимира, Александра, Игоря. И это наше сокровище, сайт и форма, что здесь есть. Сохранить для пользы многих людей и трудящихся на них. Это люди, Дмитрия Виктор Гаврилова. Василия, Богословися, Игорь, Аллилуйя. Путешествующие, Богословися, Игорь, Отступник от Николая, Михаила и всех многих Александров. Не дай им погибнуть в ожесточении и дьявольском обощрении. И во вне церкви нет спасения. Аллилуйя. Слава Тебе, Боже наш. Слава Тебе. Найди все наше родство. И в такие Валентина, Ирину, Татьяну, Марку, Нину, Ольгу, Елену, Марию, Татьяну. Аллилуйя. Обратить Тимофея, Тимофея, Марфина, Германа, Александра. Аллилуйя. Молите Бога о нас, святые ангелы, архангелы, хирургимы, серафимы, все небесные силы, престолы Божьего, предстоящие святые апостолы, Петр и Павел, и ангелисты, Мафея, Марку, Каи, Иоанн. Дарует Господь нам жажду исследовать священное писание. Ибо через них мы думаем иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют о Тебе. Аллилуйя. 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 Димон, 40 святых мужчин, царь, Николай, святое царское семейство, Владимир, Винамин, Иосиф, Борис и Глеб. Дабы никто не принял на чертания звери Антихриса, Альфима, Вениамина, Дарьеву. Дай веры, устраши родителей за ложным воспитанием. Молите Бога о нас, святые отцы. Василий Великий, Григорий Богослов, Ян Златоусов, Анасий Великий, Ефрем, Сирин, Антоний, Макарий, Антоний, Кеодосий, Корнильев, Сергий Радоневский, Степан Пермский, Серафим Саровский, Антабольский, Антабольский, Антаршатский, Аршал, Хайский, Кирилл, Неподин, Акентий, Николай, Макарий, Алтайский, Пиларет. И все перевозчики священного писания, молите Бога о нас. Аллилуйя. Молите Бога о нас. Жены и девы. Фехла первомученица, Хлатина Самаринина, Феврония, Вера, Надежда, Любовь, Матерь София, Наталья, Адриан, Варвара, Екатерина, Перепетура, Татьяна, Ирина, Ольга, Елена, Нина. Мария, Магдалина, Мария, Екатерина, Престила, Атила, Андроник, Июня, Киприяна, Устина. Да дарует Господь послушание и молчание. Соломудрия и стыдливость женам и девам, и сохрани их от всяческого поругания. Аллилуйя. Я, слава тебе, Боже наш, слава тебе, исправь не покорилась Галина, семейство Екатерина, Надежда, 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 Светлана, Мария Раиса. Марина, Юлия, Елена, Галина, Людмила и Анна. И прими нашу молитву воздияния рук, как жертву вещения и благоухания, приятное перед престолом благодати Твоей, Господи. И соедини молитву нашу с молитвами всех святых, молящихся Тебе на небе и на земле. Господи, услыши и исполни молитву всех, молящихся о нас во благо нам. И прими нашу молитву, Владыка неба и земли, о всех заповедавших нам молиться о них. Спаси их и помилуй их. Аллилуйя. Ей, Господи, говори, Владыка, слушай и дослышит раб Твой. Аминь. Доброе утро. Вот вчера объявил я, что у меня с телефоном-то плохо, нету дрожали. Мне тут другой сразу принесли. Ну, кто вынимал тут симку и после того он перестал вибрировать. А без вибрации-то я и не слышу. Он мертв. Вот я на улице, когда перед службой подошел к Виктору. Он взял, проходит сколько-то времени, он на машине приезжает, дает, я говорю, что молчит? Он молчил такой. Включил, все, работает. Да так трясет, как будто больше, чем раньше. А показывал, показывал, здесь были программисты, ничего не надо, только новый выбросить. Я говорю, да я же не звоню. Ну, вам-то звонят. Ну, правильно, мне звонят много. Но я не звоню. Да когда-то, говорит, все равно уже работает. Я говорю, ну попробовать можно. Я привык. Крупные цифры здесь. Никак. Только выбросить. Это выбросить, вот купили новый, поврежденный у нас этот, оказался, видеоаппарат. А у него там цифры мелкие не видно, включилось, не включилось. Ну, не такое, ну, знаете, старая привычка, старая. Я напоминаю сразу и жития святых. Но это, жития святых-то, это пример для нас. Вот. Один святой, ему имя Пахомий. И, предсказка рядом. Великий, великий с большой буквы. Василий Великий, Аники Великий там. Их всего за 20 столетий церковь наградила этим званием Великий 17 человек. Вот спроси сейчас, какого-нибудь там, кто в Раде, это поступает много в эфире там. Но они не занимались, не знают. Не знают, просто. Не знают или боятся сказать. Я не знаю даже, что. Не знают, вернее. И вот он говорит, его братья слушаются, монастырь. Не 11 человек у него, а 11 тысяч. 11 тысяч мужиков. И иногда они там стирают, там, может, раз в год одежду. А у него там пересчисляется, сколько кузнецов, 6 кузнецов. Переписчики книг там, переписывают книги там, 28. Пересчислять, я, к примеру, говорю уже. И вот, какую должность не возьми, у него везде. Ораторы там говорят, учатся. Ну, 11 тысяч, это дивизия. Самая полноценная дивизия, 11 тысяч. Ну, и братья его признают, а вот. И вот постирали, когда все. Ну, что же, заплата на заплате у него уже. Из чего там, материи какая, сами делали. И решили дать ему новую, заставить. А эту спрятать и все. Он, привезли новую, он говорит, а где моя? Ну, я привык к той, там, каждая заплата моя. Мне только этот надо. Не надо мне другой. Это тоже у меня подаренный был. Самый-самый. Я вот так открываю его. А то даже не открывается, подарили. Этого нету. Я должен где-то что-то нажимать, ну. Ну, Вава, ну, возьми. Ну, люди приходят, приезжают, там, сколько тебя видят. Весь в заплатах. Ну, а дед, ты хуже всех. Где моя? Ну, я не могу найти, где мои партки. Партки, это брюки, там, это, штаны. Братья видят, он не уходит. И он зашел там, где они складывают, и перебирает, и перебирает весь день. Ну, братья видят, что он не обедать не идет, ничего. Вот мне это дорого. И они меня уговаривают эти, кто мог бы не делать это. Ну, сделали, симку вытаскивали, чтобы деньги снять. Потому что мне кто-то присылает все время деньги. Вот я приехал, было 300 рублей, а тут 8 тысяч. Я дал, только сняли, проходит время опять. Я опять телефон кому-то отдаю. Рублей 250 снимает Билайн за то, что операция через них проходит. Как бы, ну, всем жить охота. Ну, вот я говорю о чем, дайте возможность исправить. Ну, что, я же его не ронял. Я уговариваю. Никаких. И делает это не со зла. Полюби ко мне. Ну, что ж так-то, такой-то телефон-то. Столько вам звонят. И вот он принес его. Очень рада меня. Это такая радость была. Я на молитве благодарю за Виктора. Вот так. Вот. Как Господь делает? На молитве он у меня сразу. Вот. За кого молиться? Я боюсь проспать. Еще раз повторяю. То есть, у меня не будет. Повтор не помешает. Я доказал, поэтому звони, Никита, каждое утро. В 4.40. А я не буду поднимать просто, чтобы разбудить меня. Бывает, я ночью встаю, работаю из двух часов. И прилягу или засну там на стуле. Встаю-то я все время здесь, в интернете торчу. Глаза выжигаю. И он звонит. Первая молитва за Никиту. Он бряхнет. Семь звонков должно быть. И она тоже. И она забудет, да изменяется. Вот. А если стационар, Татьяна звонит, старшая сестра. А когда жена была тут, деревня не уехала. Тут она через стенку звонит. То есть, у меня тройная охрана, чтобы я не проспал. За кого молиться? За благодетели, за врагов. А у меня врагов нету. Как, живешь и врагов нету? Ну, я же сомневаюсь. Какая же это вера? Ну, ты раньше был, я спрашиваю. А ты крестик-то носишь? Ношу. А где он у тебя один? Я вижу, нету. А я на лямочку, на майку с той стороны пришил. Ну, люди-то приходят, икону увидят. А они не видят. Я в шифонере их закрываю. Дверь закрыл, и не видать. А на работе-то знаешь, что ты верующий? Нет. Ну, значит, он не свидетельствует, ничего. И так доволен. Да ты перед Богом-то не найден будешь. Кто постыдится меня, Господь говорит, кто постыдится сын человеческий. Да все, Богу не угодно. Не угодно. Он зарыл, платок завернул, сохранил веру. Все, Господь говорит, во тьму внешнюю выброси. Вот во тьме зарытый талант лежал, и ты туда иди со своим талантом. Никому ты не нужен. Он веру сохранил. Вот пять дев, неразумных и разумных. Неразумные-то девы. А они не стали какими-то продажными женщинами. То есть не осквернились в мире. Были кроткие, смиренные, по-православному. Руки между колен и голова туда же. Такие кроткие. А что дальше? Идите от меня, я никогда не звал нас. Как Иоанн Златоуз говорит, из-за закрытых дверей говорит. И при том, и через посредников, через ангела иногда посылает. Ангела, как Корнилию. Сам. То есть приговор окончательный. Отойдите. Никогда не знал вас. Масла нету. Вы не были на торжеще. Вы никого не приобрели. Талант неумноженный. Идите. Я никогда не знал вас. Вот эти слова-то услышать. И только одно будешь думать. Зачем я родился? Зачем я родился? Нигде в Библии не говорится, что мучения имеют конец. Бог знает. Но оно четко говорит. Идите в муку вечную. Где щель не умирает. И огонь не угасает. И вот этот страх меня все время двигал. Когда я маленький еще был, боялся и плакал. Не знал, что я туда пойду. Потому что о Христе никто не сказал. Это я говорю все добавочное к молитве. К молитве. Немножко еще добавлю пояснительное. Что? О молитве говорю так. Вот у нас здесь о дисциплине сейчас разговор шел. Должно непременно исполниться. Не успел я тут приготовить. Сейчас. Нашел. Это седьмой пункт правила. Должно непременно исполниться на деле провозглашения оглашенной изыдите. И выходить им, оглашенным, из храма. Оглашенный, входящий в церковь и стоящий в чине оглашенных, облечен, быв в грехе, если сопречистен, был преклоняющим колени, да не изведется в разряд слушающих писания, оставив грех. Если же и пребывая между слушающими, согрешит, да и сгонится из церкви. Некий Сарийский собор, пятое правило. То есть не просто покаяние, а покаяние разбивалось на четыре ступени. Вот. Никто об этом даже и не знает. А в каком храме исполняется? Да нигде. У нас и то не исполняется, потому что некуда на нас в частном доме это находится. Зима, Сибирь. И он должен на улице стоять. Ну как он на улице? У нас один человек есть, на улице стоит. Да не у нас, наш человек. В клочках Ребрихинского района, Жолна Ранина Александровна, ее не пускает туда, патриарший священнослужитель Чернодыров, или Чернодаров, не знаю, Игорь. А теперь он там еще и Спиридон какой-то стал. И она стоит, и валенки протаивает у ней до земли. И митрополит все благословили за то, что она с нами знает, она член нашей общины. А переехала туда, на родину свою. Да он не пускает. Вот это патриархия, и нас туда зовут. Еще нельзя сделать. Но она выполняет, раз раньше этого не было. Надо и через это Бога находить. Далее пишется, относительно оглашенных и отпадших. Оглашенных, которые глазом просвещаются, голосом. И отпадших. Что падших? Ну, павших грехали, перестал ходить. Угодно Святому Великому Собору, чтобы они три года только были между слушающими Писания, а потом молились с оглашенными. Первый Вселенский Собор, 14 правило. Я считаю правила из книги «Правил». Кающимся время покаяния по различию грехов. Да назначается судом епископов. Судом епископов. Но их наставили, епископ-то, как блины напекли. А они еще этого не знают. При свитерже безболие епископа не разрешает кающегося. Разве во время надлежащие нужды в отсутствии епископа. На всякого же кающегося, если преступление его было явно, и гласная, смущающая всю церковь. Да возлагаема будет рука в притворе храма. То есть он входит, на него руку сразу. Стоп! Рукой задержать его. Налагается на него. И вот если отлучили за аборт 10 лет, то это 4 ступени по 2,5 года. А если сильно плащет, сокрушается, тогда одна треть снимается, но не больше. Все, ниже этого нету. Одна треть. Ничего этого нету. Первое, стоять на улице. Оглашенный, зайдите. Отвержено. Потом разрешается в храме быть. Да, оглашенный, зайдите и выходить. Припадающие. Первое, это плащущие, кающиеся. Только плакать и просить других, чтобы за него помолились. А потом куп настоящий, третий. То есть он может стоять со всеми, 2,5 года. И не выходить, но не причащаться. Купно, то есть вместе, совокупно. Итак, 10 лет. За один аборт. А на 10 абортов и ни одного года нет. Мы как экономия. Экономия. И они думают этим приблизить кого-то. Да нет, конечно. А так, распущенность, халатность. Чернобыль взрывает и проще теперь. Всем запрещается опаздывать на богослужение. Ну, кто это знает? Простое правило. Не опаздывать. И уходить до его окончания. Опоздавшие верные, да оглашенный, извидите. Стоят в притворе. Будь то члены церковного совета или певшие. Разницы нет. На молитве стоять благоговейно. Ноги держать вместе. Не подгибая. В коленках сгибает, как журавль на болоте. Сколько раз говорю, не делай этого. Маленько погоняя, гляжу, то есть беспечный человек. Ногу подгибает. Как журавль на болоте. Как Григорий, чудотворец, говорю. Это же не я говорю, это так было. Не опирайся ни на что. Не прислоняйся к стене. Руки не держать сзади. Это правило наше. Они вывести нас в коридоре. В притворе. Поклоны делать правильно, истово. В указанном месте. Не бесчинствовать. То есть у нас не все знают, где нужно кланяться. Не запоминают. Святые Божие, святые крепкие, святые бессмертные. Помилуй нас. Просьба. Где просьба? Там везде надо делать поклон. Просьба. Поклоны делать правильно, истово. То есть точно середина лба, где у тебя щрево пуп находится, право, где рука сочленяется. И левое, особенно на левое, мало кто руку доносит. Я говорю, что я раньше даже в пример ставил, как у нас президент Путин, крестное ознамение делал, а патриарх как попал. А налево он куда-то руку в карман, подмышку сует. А сейчас слежу, и президент так же. То есть развращение произошло. Поясной поклон должен всем совершать одинаково, будь то нищий, или епископ, или патриарх. В начале истово совершить на себе крестное ознамение, приложив два или три перста на середину чела, затем на чрево, ни на грудь, как неправильно учили невежды, изображая на себе перевернутый крест. Потом на правое плечо и на левое. На плечо, где оканчивается рука, ибо, как правило, до левого плеча, редко кто доносил руку, правую радуя тем дьяволу. То есть не брежево махания, бесы радуются. И главное, если целуют что-то, да еще и лбом ткнутся туда. Обязательно боднут икону там или мощи. Показан ролик, как президент Российской Федерации поклоняется мощам, ребру Николы Чудотворца. По слову Затауста, небрежного махания руки, бесы радуются. Персты должно полагать твердо, чтобы тело чувствовало через одежду прикосновение перстов, а не так машет где-то в воздухе. Изображенный на себе крест должен быть ровный, не изломанный, когда до левого плеча не достают перстами. И только после опускания руки правой нужно делать, когда правую руку опустишь, тогда можно делать поклон, поясной или земной, и никак не раньше. А так еще крестится и одновременно кланяется, то ломает крест. Это не коньяни так делают, последователи Никона. Поясной поклон должен быть такой, чтобы если опустить правую руку, она могла достать до земли. Ее не надо опускать, но проверить себя. Земной же поклон должен быть полный, когда голова, колени оба и обе руки касаются земли. Под руки положить специальный подрушник или подходящую материю, чтобы чистыми перстами касаться своего числа. Щела касаться. Следить, чтобы малые дети не создавали шум, или выносить их до времени. Прищищение, до времени прищищение, специальную комнату для младенцев. Священнослужитель обязан ясно обратиться к оглашенным и вывести их в притвор. Это новая скрижаль. Книга. Страница 50-я, 52-я, 196-я, 358-я. То есть то, что я считаю, таких правил нигде нет. Нет, это наша наработка, мы его сами составили. Члены церкви не должны вступать ни в какие политические партии. А принимаемые оглашенные, принимаемые, должны выйти из таковых, если уже вступили. Там где-то вели, ну, разные партии, коммунисты, единороссы. Всем запрещается клясться, принимать присягу хотя бы священническую. Можно сказать, вместо этого обещаю. А я говорю вам, не клянись вовсе. Ни небом, потому что оно престол Божий. Ни землею, потому что она подножие ног его. Ни Иерусалимом, потому что он город великого царя. Ни головою твоей не клянись, потому что не можешь ни одного волоса сделать белым или черным. Но, да будет слово ваше, да, да, нет, нет. А что сверх того, то от лукавого. Матфея, Евангелие, 5 глава, 34-37 стихи. Прежде всего, братья мои, не клянитесь ни небом, ни землею, ни какой другой клятвою. Но да будет у вас, да, да и нет, нет. Вот, дабы вам не подпасть осуждению. Якова 5, 12. До приема в число оглашенных у нас принимают только по письменному заявлению. Когда есть поручители за него. Принести свою жизнь, привести и работу, и вопросы брака в соответствии с загматическими и нравственными требованиями Святой Православной Церкви. И при несоответствии своих занятий, оставить их, уйти из учебного заведения. Если заранее знаешь, что придется там поступать не по правде. Ложь совершенно запрещена в любой форме. Оглашенные обязаны исполнять все, касающееся и верных в отношении дисциплины и десятины. Оглашенные точно так же. Как только приняли заявление. Вот у нас все до одного прошли это. Я могу сказать, такой общины нету нигде. Да и не было. Не в России только. Говорят, еще нельзя сделать. Начинают трудиться и получится. А один закон да будет для вас. Как для природного жителя и сынов Израилевых, так и для пришельца. Живущего вас. Если кто сделает, что по ошибке. Число 15-29. Ну, на сегодня бы по этому правилу, как будто можно сказать, все. А для чего это? Чтобы знать, как молиться. Это речь идет, что сказал сейчас я. Это речь идет о молитве. Как правильно молиться. И чтобы молитва была услышана. Не искушай Господа Бога на молитве. Такое и есть. Потому что тебе Бог откроет всю истину. Я сейчас, кто есть, отключу. И потом включу. Будет событие дня. А в конце спрошу, кто останется. Будет слушать. Все, пока.